Мы в Абхазии следим за обстановкой в ДНР и в ЛНР и хотим узнать, какое решение ожидается в республике в связи с обращениями глав республик к президенту России за признанием независимости, а также какая сейчас обстановка. Ну, как только Владимир Владимирович взял слово и высказал свои намерения, то где-то в районе 40 снарядов прилетело, ну, недалеко от моего дома, где моя семья проживает в Донецке. Было прилично слышно, не то, что сейчас в дом прилетело, но недалеко, хотя это не линия фронта, это почти центр города. Да, и ожидание у нас только то, что Россия уже перестала терпеть и вынудит Украину сделать так, как должно было сделать давным-давно. Признание Донецка и Луганска это уже само собой разумеющееся, как мы видим, как наблюдаем, как чувствуем. И вдобавок мы просто понимаем, что Россия признает конституционно то, что мы заложили, а это бывшие области Донецка и Луганска. И поэтому я думаю, что если Украина не оставит оккупированные территории, это где-то в районе 40% территории Донецкой области, и если она их не оставит, то мы вынуждены будем пойти вперед, защищать уже и освобождать территории. И я думаю, в этом еще попросим помощи у России, потому что, чтобы она с миро-творческой миссией зашла на территорию, потому что уже поступают звонки, что украинская сторона, понимая, что что-то будет не в их пользу, начинает бесчинствовать на тех территориях, где они оккупировали их. Скажите, мирное население как сейчас себя чувствует, как ведет? Правда, действительно, что большую часть женщин, детей, стариков уже эвакуировали в Россию? Большую часть этой категории, да, так не из самой республики, потому что только Донецк миллион населения, и поэтому столько не успеешь эвакуировать. Но за те категории людей, которые сильно переживали при фронтовой зоне, пожилого возраста, детские дома, все в оперативном порядке были вывезены, и благодарим мы российскую сторону, которая экстренно развернула палаточные, МЧСовские лагеря, помимо этого, базы отдыха, гостиницы, все, что есть в Ростовской области, все было задействовано, и отдельная, конечно, благодарность руководству Ростовской области, которая оперативно все делает так, что люди не чувствуют сильно себя такими как-то ограниченными, потому что по приезду им дают финансовое удовольствие, дают номера телефонов, ввозят детей, устраивают в школу и сады, чтобы они не пропустили даже тот короткий период, сколько им придется там находиться, чтобы ничего не было упущено, и чтобы потом не сказали, что там где-то был в чем-то ущерб, вот Ростовская сторона все это взяла на себя и слегка с этим справляется. Я в Донецке буду чуть-чуть попозже, потому что я был в Москве тоже по этим вопросам, касаемо моего командира собирались, и решали, что лучше чего, подготовим списки, что мы готовы выдвинуться, но до себя мы поняли, что у нас армия там самодостаточная, и хватает людского ресурса, который там находится, отразить агрессора, и уже мы придем, поможем. Но пока просто вот эту вольницу делать, и туда направлять добровольцев, чтобы вот это все остановить, мы к этому пришли, что не стоит этого делать, чтобы не было ни хаоса, ничего, все-таки уже регулярная армия, они 14-й год ополченческая, а так как у меня дети там в школу ходят, и супруга там находится, поэтому, чтобы морально им было полегче, я поеду туда, а не в том, что есть какая-то такая сверхопасность. Есть угроза, да, но это не та угроза, что мы не успеем. Войны на всех хватит, если она начнется. Продолжение следует...